Совет по вопросам социальной поддержки создан по инициативе главы города. В Сочи 3000 многодетных семей. В них воспитывается более 9000 детей. Сначала совет рассмотрел дорожную карту. Это план мероприятий на конец этого года и на 2015. И здесь, по словам заместителя главы города Ирины Романец, формальности быть не должно. Мероприятия будут проводиться не для галочки отчета, а непосредственно для многодетных семей. Ни один ребенок и это требование времени не должно остаться без внимания. А для их родителей сейчас самым важным вопросом остается получение земельного участка под строительство жилья. На этот год посредством усилий Департамента имущества, правового управления, земельные участки в муниципалитете стали появляться. И в первую очередь они передаются на рассмотрение и разработку именно детские сады, школы и многодетные семьи. Для подготовки градостроительной документации. Согласно указу президента России, 250 сочинских многодетных семей получили земельные участки. На очереди еще 800. В феврале-марте 2015 года будет предоставлено 300 участков. Продолжается поиск свободных территорий. И это район улицы Раздольный, поселок Удепста и район села Верхний Николаевка. Идет постоянная работа по передаче с одного уровня земли с федерального в краевую, с краевой в муниципальную и предоставлению следующих земельных участков. Земельные участки императивно будут предоставлены каждой нуждающейся семье. И такую задачу глава ставит. Единственное, вопрос только в ускорении этого процесса. Надо это сделать быстрее. Мы над этим работаем. Рассмотрел совет вопроса льготных и потечных кредитов. Их получат и те, кто стал обладателем земли под строительство жилья. Ирина Романец также напомнила руководителям всех департаментов и управлений о мерах социальной поддержки для многодетных семей. Это бесплатный проезд в общественном транспорте и обеспечение горячим питанием в школе и получение вне очереди места в детском саду. Говорили и о помощи матерям в трудоустройстве и даже об открытии собственного дела. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.